Здравствуйте! Наша нервная система при контакте с окружающей средой постоянно получает стимулы. Эти стимулы, в зависимости от того, насколько соблюден баланс между торможением и возбуждением в нервной системе, могут вызывать определенные реакции в соответствии с ситуацией, которая от нас требует ответа. Реакции могут быть адекватными и неадекватными. Вот поведенческие реакции, которые могут быть неадекватными ввиду повышенной возбудимости из-за того, что снижается торможение. Вот, например, фильтр на входе. При переработке информации фильтр не затормаживает эти стимулы, и стимулы могут вызывать гиперреактивность. То есть, боязнь соприкоснуться у ребенка с какой-то поверхностью, стремление отдернуть руку, крик, плач на любое взаимодействие, сталкивались с этим. Это все проявляется как поведенческая реакция из-за нарушенного торможения вот этих стимулов. И стимулы, не проходя фильтр, не проходя ретикулярную формацию, напрямую воздействуют на высшие отделы нервной системы и бьют по ней незащищенной, по высшим отделам незащищенным. И это все чувствуется таким обостренным. Обостренные ощущения получает ребенок. Такая информация может быть звуковой, небольшой хлопок, а ребенок вздрагивает, звук какой-то громкий, боязнь громких звуков, сталкивались с этим. Может также быть, как я говорил, тактильная, может быть аудиальная, и может быть также обонятельная, вкусовая, то есть неприятие каких-то вкусов, неприятие каких-то запахов. Может быть и вестибулярная, но чаще всего вестибулярная как раз это способ обойти вот эту перечисленную триаду, то есть давать ребенку покачивание на руках, кружение, качание. Вот то, что связано с вестибулярной нагрузкой, это очень благоприятно влияет на то, чтобы снизить порог, вот этот порог возбудимости, то есть гиперреактивность на стимулы, которые по сути нам нужны. То есть нам нужны тактильные стимулы, нам нужно взаимодействовать с опорой, опирать руки, не сжимать их кулачки, потому что если ребенок сжимает руки в кулак, может быть это не только как проявление спастичности, это может как и проявление стремления минимизировать получение стимулов через рецепторы, а рецепторов поверхностных механо-рецепторов кожи здесь очень много в ладонях. В ладонях, в губах и подошвах стоп наиболее, больше всего в теле рецепторов. И если ребенок зажимает пальцы в кулак, скорее всего он стремится избежать. И вот здесь очень важно, чтобы эти стимулы все-таки были, пусть они будут минимальные, где-то возможно пока раскрывать ладони, потихонечку дуть на нее, дуть прохладным воздухом, дуть теплым, как на зеркало. Давать прикосновение к ладоням мягким тканям, мягкая ткань, шерсть, разные, шерсть, хлопок, может быть дать пошуршать пакетом, фольгой, смять лист А4, но чтобы рецепторы получали нагрузку. Аудиальное. Ставить различную музыку, шум природы, звуки и голоса животных, разговаривать с ребенком, как можно больше рассказывать все, что видим мы, вести с ним диалог, вовлекать ребенка в этот диалог, отвечать на звуки ребенка, тогда когда он нам посылает какие-то сигналы и сообщения. Ну и как я сказал, обязательно давать вестибулярную нагрузку. Опять же, зрительная нагрузка, если со зрением более-менее все нормально, если это может быть частичная атрофия зрительного нерва, то скорее всего ребенок может видеть силуэты, очертания, предметы вблизи, на расстоянии 15-20 см от глаз. Соответственно, давать эти стимулы, приближать и отдалять хотя бы на этом расстоянии, смещать их влево и вправо, вверх-вниз приближать, круговые вращения делать в одну сторону, в другую, но постоянно нагружать сенсорные системы. Нагружать, давать слушать, давать смотреть, давать чувствовать запахи, тоже обращать внимание, почувствовать, что пахнет вот этот продукт, каким запахом обладает вот другой продукт, какой запах, например, будет, если благовоние какое-то поджечь, понюхать, например, какой-то цитрус. Цитрусы могут между собой отличаться, давать на вкус попробовать соленое, давать на вкус попробовать сладкое, то есть, чтобы нервная система запечатлевала, производила импринтинг и обработку вот этих очень важных деталей, на которые мы, родители, можем не обращать внимания, но для того, чтобы ребенок у нас развивался, развивался гармонично, ему очень важно получать вот эти разные стимулы из окружающего мира, и нам нужно предоставить возможность вот этого многообразия, так что на детали обязательно обращаем внимание и даем возможность ребенку развиваться.